И доброго времени суток, дорогие друзья. Четвертая серия по Дестру уже ждет вашего внимания, поэтому не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения. Высшие эльфы в деле. Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк, божественный храмовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на фогейме. Ну и конечно же в этой серии я должен был опять затронуть тему твинков, потому что все-таки твинки на первых этапах создания персонажа играют очень важную роль. И если, например, в той же самом Проджекте Ева, да, там каких-то проблем не было, вы выбираете любого абсолютно твинка, качаете его, получаете за это бусты, каких-то прям серьезных проблем у вас нет и не надо танцевать, так скажем, с бубном. В Эссенсе такая же ситуация, то есть вам без каких-либо проблем можно насоздавать кучу одинаковых персонажей, например, духов и без проблем выкачать их быстрее, чем любой другой класс до 63 левла, получить за это награду и эту награду переточить на своем основном персонаже. Но все-таки в Эссенсе у нас присутствует еще такая замечательная вещь, как коллекция. И в эту самую коллекцию от многих персонажей, когда вы будете их прокачивать, будет вам выдавать разные комплекты экипировки, плюс оружие. И эти самые оружие и экипировку можно будет добавлять уже непосредственно в коллекцию. Поэтому, когда вы выбираете персонажа для прокачки, вы должны внимательно смотреть на этого персонажа и у вас должно быть понимание того, что же вы получите, выкачивав его до 63 левла. Ну, к примеру, например, вы берете какого-нибудь полководца, которому будут давать пику, начиная с D-грейда и заканчивая A-грейдом. Плюс будет выдавать тяж шмотки. Вы также смотрите, куда нужна, например, эта самая пика, начиная с D-грейда и заканчивая A-грейдом и смотрите, на что вам нужно тяж шмотки. И так далее с любым другим классом, будь то лучник или ножик и так далее. Если с броней более-менее просто, существует их всего три вида, магическое, легкое и тяжелое, то, например, с пушками все намного сложнее, потому что у большинства классов они разные. Эти самые пушки и вам предстоит полазить по коллекции, повыбирать себе, повыделять эти самые коллекции для того, чтобы понять, какого твинка вам конкретно надо будет качать в тот или иной промежуток времени. Но конкретно первую партию твинков, так как они удаляются раз в месяц, я бы все-таки рекомендовал выкачать именно тот класс, который качается быстрее всего. Так как у вас персонаж после достижения 76 левла будет вот с таким вот бустом, а этот буст, он, мягко говоря, не особо подходит под будущие локации 76 левла, поэтому вам придется какую-то внутрянку где-то мудить. И для того, чтобы не ждать акций, не закидывать кучу денег в акции, вам лучше всего выкачать твинков как можно быстрее. Хоть получить там второй, третий пояс, какой-нибудь, ну, венец, если у вас еще временный, то ладно, но все остальное, камни хотя бы какие-нибудь, вторые, третьи сделать, какие-нибудь пятые агатионы, недостающие талики сделать четвертыми, пятыми, третьими, неважно. В общем, получить просто какой-нибудь буст, который будет вам уже помогать фармить основным персонажем. Как вы видите, на аккаунте я создал себе 6 повелителей стихии, это новый класс ваших эльфов, который был добавлен в апреле этого года. И конкретно эти классы будут качаться, этот класс, один, будет качаться быстрее всего до 63 левла. Какой у него будет ник, абсолютно не важно, потому что по моменту, как вы его докачаете до 63 левла, вы этих всех персонажей удалите. На удаление уйдет, как я уже говорил ранее, целый месяц, и спустя месяц вы просто будете повторять эту самую процедуру. Уже по достижению первым твинком 40 левла вы можете посмотреть, что можно докинуть в коллекцию. Например, у меня сейчас твинк с магическим бустом. И можно уже, к примеру, вот посмотреть, что дают сапоги. Скорость таки, скорость магии можно сразу прям в коллекцию закрыть. Но, как я понимаю, здесь вообще любые сапоги подойдут, так как коллекция общая как раз-таки под твинков. Но все остальное, например, тушку можно будет подточить в будущем. Штаны можно будет также в будущем подточить. Перчатки у нас также можно будет заточить. Шлем можно добавить прямо сейчас, без какой-либо проточки в будущем. И, что касаемо оружия рогатого посоха, его также можно добавить. Ну, так как ЦП не особо интересует, поэтому можно добавить будет сразу вот в эту коллекцию, где макс ХП. И, как я понимаю, хотя, да, доспехи будет тяжеловато в будущем найти, но все равно пушки будут с остальных твинков. Поэтому, если вы качаете одинаковых твинков, то не переживайте. В любом случае, рано или поздно вы закроете эту коллекцию, эту коллекцию. И останется только добивать все остальное. Также не стоит забывать, что бижутерия, которая вам выдается, она также может уйти без проблем в коллекцию. Причем абсолютно вся. Так что не забывайте ее добавлять. Добавляем вот сюда вот и кольцо. Добавляем сюда сережку. Причем, можно сказать, что любую. Получаем 4 скорости атаки, скорости магии. Прибавка, хоть и кажется довольно-таки смешной. Но на самом деле, все равно это пригодится. И в L2 у нас характеристики так и идут, что любая, любая абсолютно единичка, она вам даст какой-то буст. После выкачки всех твинков у вас должен быть аккаунт вот так вот выглядеть. То есть у вас все персонажи дополнительные, 6 персонажей будут 64 левела. И теперь абсолютно с каждого персонажа, которого вы выкачали, снимаете с него абсолютно все, что есть. Старайтесь по максимуму добавить в коллекцию. Конкретно я за себя скажу, что некоторые итемы в коллекцию я добавлять на данный момент не вижу смысла. Потому что эти итемы надо подтачивать. А в самом начале пути у вас в любом случае будет проблема с аденой. И оно того просто не стоит. Поэтому скидываем абсолютно все, что нам выдали по квестам. Это вот будет выглядеть инвентарь примерно вот таким образом. Шмотки также по возможности скидывайте абсолютно все. Так как ими можно будет заполнить рандом крафт. Ну и тут еще скажу некоторое отступление. Так как у нас есть бюджетная этого персонажа в размере 5 коробок в месяц. То я уже одну коробку продал на межсервере. Это вы увидите в последующем ролике. И с нее я получил монеты. И тысячу монет я передал на твинка. Зачем это делается? Я думаю, что у нас все ребята, которые давно играют знают. Но для тех, кто не в курсе, расскажу. У вас есть вот такие вот задания. Каждый месяц для каждого персонажа на аккаунте эти задания обновляются. И здесь у нас список наград вплоть до 30 левла. Вы будете получать расходку, свитки атаки, разную полезную внутрянку, которую также можно будет подточить и финальную награду. Конкретно сейчас в августе у нас здесь венец. Стоит, также есть возможность, этот самый боевой пропуск, как я его называю, закрывать на аккаунте один раз за тысячу эль монет. Как вы видите, можно единовременно поднять все до 30 левла. Доступно один раз в месяц. Почему это делать лучше на твинке? Потому что на твинке вы его закрывать не будете. А основа ваша будет выполнять квесты. Будет потихонечку делать задания, которые у нас есть в графе ежедневные, ежедневные, ежемесячные. Вы будете получать очки заданий потихоньку, потихоньку. Если вы активно играете, вы за месяц закройте его и получите награду. А твинк дает вам получить возможность сразу x2 этой самой награды. Поэтому мы с вами тыкаем кнопочку тысячу монет. Но, к сожалению, всю награду, которая здесь есть, придется тыкать руками. Здесь нет кнопки получить все. Поэтому протыкиваем абсолютно все, что здесь есть. Как я уже говорил, вариации наград, они разные. И если вы будете играть, например, в сентябре, октябре, да и не важно в каком месяце и в каком году, у вас этот пропуск будет, но награды будут уже разные. Поэтому, если вдруг вам итем, например, конечно не нужен, или не нужны итемы, которые здесь у вас будут дополнительными, то можете, в принципе, тысячу монет не отдавать. Но, с другой стороны, вы получите также большое количество свитков, которые вам обязательно пригодятся за этот самый пропуск. Вот, то есть я получил 2 ЛСов снаряжения, 2 ЛСов аксессуары, 3 Талика Власти, 3 Талика Евы, 3 Агатиона Петран, 3 Площа Защиты, 130 свитков увлечения опыта, 105 свитков на атаку и 105 свитков на защиту. Я думаю, довольно-таки неплохо. И также у нас есть еще конечная награда. Открываем ее. И здесь плюс второй венец героя. Его мы также передаем на основу. Мог упасть, кстати, второй, третий, четвертый или пятый. Просто рандом меня, видимо, и здесь не любят. И ник мне не помог. После того, как вы скинули с каждого персонажа все, что на нем есть по возможности, то удаляем их и ждем месяц для того, чтобы повторить данную процедуру. Ровно месяц дата удаления. Так что всех персонажей удалили и забыли. Это как страшный сон на месяц. Но, с другой стороны, это, конечно же, халявный буст. И теперь давайте разбираться, что же у нас тут есть с вами. Забирать будем мы абсолютно все, но по возможности пока, во всяком случае. Давайте начнем с того, что мы сейчас будем с вами закидывать в рандом крафт. Итак, забираем все шмотки, которые есть. Напоминаю, что шмотки вы можете не закидывать в рандом крафт. Можете их подточить, если вы качаете каких-то твинков для себя. Или если вы, например, просто хотите какой-то итем поднять. Или для себя заточить, как я уже говорил, добавить в коллекцию. То можете этого не делать. Но конкретно мне сейчас смысла вот в этих всех итемах нет. Потому что все-таки только создал персонажа и не хочу сейчас этим заниматься. Поэтому я все буду абсолютно скидывать в рандом крафт. Посмотрим сейчас, сколько мы за него получим. Тут также есть еще и мои какие-то шмотки, которые остались. Но я не вижу сейчас смысла, как я уже говорил, их точить. Все-таки в будущем это будет сделать намного проще. Сейчас каждая, так скажем, копеечка на счету. И даже если мы не прокрутим этот рандом крафт. Кстати, упали композитные сапоги еще на кладбище твинку. Пока делал квест, их можно будет за монетки втюхать. Но в любом случае мы можем с вами вот так вот все это дело без проблем закинуть. Посмотреть, сколько у нас вышло прокрутов. И у нас вышло два прокрута. Ну, в принципе, пойдет. 90 тысяч адены, конечно, мы отдаем. И за обновление одну тысячу адены. Смотрим, что нас здесь интересует. Конкретно сейчас здесь меня ни о чем ничего не интересует. Кстати, у нас появилось теперь тут еще и вероятность. Я смотрю, неплохо так можно будет посмотреть. Какая вероятность у нас чего, какого выпадения есть. Ну, я смотрю, тут даже пистолеты монархольда, оружие монархольда. Ну, классно, да. То, что мы никогда не увидим. Еще раз обновляем. Тоже ничего интересного для себя не видим. И закрываем. Ну, ничего страшного. Давайте теперь... Так, к этому мы попозже вернемся к подаркам, которые у нас были. И теперь давайте забирать все, что у нас здесь есть. И будем все это стачивать. Свитки можем сразу забрать, пополнить свой запас, пополнить свою коллекцию. Ну, и начнем мы давайте с заточки. Я обычно всегда синтеза начинал, но мы начнем с заточки. Итак, давайте сразу отсортируем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, и давайте начнем с плащей. Девять плащей у нас суммарно есть. Точки у нас к великому не сожалению, а к великой радости есть. Ну, и давайте попробуем хотя бы на 4 заточить плащи. Посмотрим, зайдут или нет. Конечно, символично, что кто-то точит их на 10. Но то донатеры. А мы тут будем спокойненько, никуда не спеша пытаться это заточить. Ну, кстати, еще и нормально так получилось. Еще целых 5 штук плюс четвертых. Снимаем свой, который у нас был. Ну, и давайте просто вот так вот его попробуем доточить до 4. Мало ли вдруг нам повезет. Нет, не повезло. Давайте теперь пробовать на 5. Шанс у нас составляет 50%. Первый ломается. Ух, 50%. Любимый шанс в этой игре. Да, не думайте, что это много. Поэтому, да, вот такое тоже бывает. Есть у нас один пятый. Также будет моргать коллекция. Но я пока не советовал бы вам добавлять этому в коллекцию. Тем более, что они нужны вам на персонажа. Итак, у нас осталось всего 2 плаща. Пусть будет правый шансом 40%. Пробуем на плюс 6. К сожалению, горит. Оставляем на себе плюс пятый. Ну, довольно-таки неплохо. Это дополнительный хпмп и деф. Замечательно. Ну, и погнали по агатионам. Нам дали плюс третий. И у нас есть еще 6 штук разного вида. Самый бесполезный у нас агатион, это, конечно же, вот это замечательное прочело. Потому что в будущем вы его все равно будете менять на агатион яйцо. Но за неимением другого на данный момент можно будет их попробовать заточить на плюс 5. На плюс 3 они точатся без каких-либо проблем. На плюс 5 уже как бы возникают проблемы с этим. Давайте смотреть. 35% шанс фейла. Видите, сколько сгорело. И осталось у нас всего 2 агата. Да, такое тоже бывает. Открываем остатки. И эти остатки тоже сейчас будем отправлять вслед. За вот этими вот сломанными ребятами, так скажем. Так, ну, конечно, маловато получилось агатионов. Это печально. Печально. Я думал, что они будут получше точиться. Видимо, все-таки ник не работает. Хотя, может быть, меня сейчас и игра удивит. Итак. Ой, как хорошо. С 35% шансом-то они залетают. Ой, здорово. Итак, ну, у нас, в принципе, каждого вида осталось плюс 5, да, агатионы. И даже дублируются игнисы. Давайте свои тогда снимаем. И также будем пробовать их сейчас точить. Так, главное не перепутать. Плюс 3, плюс 3, плюс 3 и плюс 3. Ну, и пробуем также гнать на 5. Посмотрим, будет ли у нас что-то... Вообще, получится ли что-то на 5. Кстати, на 4 даже все зашли. И 2 штуки даже осталось. Замечательно. Так, у нас нет только прочелы, поэтому мы ее надеваем. Все остальное у нас дублируется. Ну, и будем пробовать. Так, мы точили плащи пятые. Ой, правые. Будем точить агатионы левые. Шанс, кстати, 35%. Родно столько же, сколько был на слом, когда мы с вами точили их. На плюс 4, да. Ну, кстати, даже один зашел. Замечательно. Пробуем сразу же дальше точить петрамку. И тоже петрамка становится шестым. Ну, и игниса до кучи давайте тоже попробуем заточить. Не точится игнис. Так, ну, и теперь тогда будем ломать радость. Ломать радость будем на 6. Сломали радость. И давайте пробовать петрама ломать на 6. У него он ломается. К сожалению, да. Надежды были, что мы сейчас еще увидим трай на 7. Но нет. Но все равно 2 шестых агатиона, 2 пятых агатиона. Довольно-таки неплохо. Свой бонус мы с вами получили. Получается. Ну, и давайте точить дальше. Давайте, наверное, окунемся в удивительный мир талисманов. Талисманы у меня пока пятые временные. И одна ячейка свободная. Давайте смотреть. 7 скоростей у нас есть. Ева у нас еще тут есть. Власть есть. В общем, много чего есть. И мы сейчас все это дело будем точить. Даже не знаю. Ну, вот этот вот, возможно, талик придется все равно выкинуть. Хотя он через 3 дня закончится. Поэтому ему на замену уже что-то надо будет закидывать. Так, ну, даже не знаю. Все, что здесь есть, оно будет точиться крайне отвратительно. Это вы сейчас прям поймете. Так, часть сгорает. Еще часть сгорает. И на 3 у нас заходит всего 1 талик Евы. Да. Ну, это о том, о чем я говорил. Точиться у вас будет нормально только талике Адена. Более-менее. Просто потому, что там шанс выше. Давайте смотреть, что у нас будет здесь. Ну, кстати, даже на 2 вся власть зашла. Ну, и на 3 только одна осталась. Бывает и такое. И последние 4 талика власти. Давайте тоже попробуем на 3. Будем в них верить. Будем сильно в них верить. На 2 у нас остается 2. И на 3 у нас не остается ни одного. Классика заточки. Итак, в принципе, тут дальше точить нечего. Потому, что Евы и власть мы оставим. Потому, что рано или поздно мои закончатся. А вот талики Адена можно попробовать подточить. Так. А, кстати, скорости у меня так и не оказалось. Как вы видите, давайте на 4. Все-таки, самая главная модификация у талика Адена это 5 и 7. Вот именно к этим вам надо и стремиться с значением. Потому, что на этих значениях они дают больше всего опыта. Так. Первый ломается шансом 40%. Второй становится плюс пятым. Замечательно. Ну, хотя бы план минимум мы уже с вами выполнили. И последний талик, который у нас есть. Он становится пятым. И быстро-быстро его сразу на 6. Пока теплый становится шестым. Отлично. Пробуем тогда точить другой свой пятый талик. Он, к сожалению, ломается. Да, 3 на 7 не будет. Но уже бонус опыта 20%. Это довольно-таки неплохо. Надеваем именно его, потому что скорости у меня не осталось. Как вы видите. Такое тоже бывает. Итак. Ну, давайте пояса. Тоже, на самом деле, серьезная такая боль. Которая будет преследовать вас длительное время. Давайте хотя бы на 2 попробуем. Хотя, может быть, я сейчас и остановлю модификацию. Ну, давай хоть 1 на 2. Даже 2 на 2 есть. Ну, и на том спасибо. Так. Пробуем 1 даже поточить на 3. Даже такое может быть. Есть, кстати, третий. Удивительно. Пробуем предыдущий заточить на 3. И он ломается. Ну, в общем, получили по итогу третий пояс. Но с такого количества, я считаю, что и это даже неплохо. Это тоже пойдет. Ну, и остаются у нас только венцы. Плюс второй венец у меня еще есть с пропуска, который я вам показывал. Так. А, кстати, я его не забрал, что ли. Видимо, не забрал. Ну, давайте попробуем венцы хотя бы на плюс 2. Зайдет ли что-то, не знаю. Сомневаюсь, конечно. Остается 2. И, кстати, остается 2. Удивительно. Ладно. Забираем третий плюс второй. Как бы это ни звучало. И пробуем точить теперь из этого что-нибудь выше. Шанс 40%, но это крайне немного. Даже есть плюс 3. Даже так ты посмотри, что творится. Второй у нас ломается. И третий у нас волшебный прокрут. Он становится третьим. Давайте сразу его на 4, на 4 с волшебным прокрутом. Нет. Жалко. Третий венец остался. Но я его на всякий случай оставлю, потому что мой-то закончится через 26 копейками дней. Это что касаемо точки. Ну, ничего здесь прям удивительного нет. Но это ваш первый буст однозначно. Поэтому он таким и будет. Зато абсолютно бесплатно. И теперь забираем все, что мы будем с вами сейчас синтезировать. Это абсолютно все камушки плюс подвески. Ой, тоже, конечно, вещь такая вся рандомная. Их не так много, как хотелось бы. Но зато все свое. Зато все свое. Так, полетели по камням. Можно, в принципе, даже свои снять. Так как они не ломаются и однозначно у вас что-то останется. Ставим обычный синтез. Начнем с опала. Так как они просто первые. Есть второй опал. Есть еще один опал. Еще один. И один остается на сдачу. Сразу пробуем их точить на 3. Синтезировать. Есть третий опал. Замечательно. Хоть камень, конечно... Ну, один из самых плохих, которые могут вам понадобиться вообще. Так, пробуем с кораллами бороться. Есть третий коралл. Хорошо. Пробуем тогда ониксы синтезировать. Так, даже фейл. Еще один фейл. Так, второй оникс. Еще один второй оникс. Ну и, к сожалению, наверное, третьего мы с вами оникса не увидим. Нет, увидели. Замечательно. Третий оникс тоже хорошо. И поехали с цирконом. Так, есть второй. Фейл. Есть еще один второй. И еще один второй. Так, ну, 2 трайна 3. Ну, не знаю, зайдет или нет. Есть. Даже с первого трая. Ну, с камушками, кстати, получилось неплохо. Мы сразу сделали себе фул набор третьих камней. Это здорово. Это все-таки какой-никакой, но дополнительный буст. Тем более циркон еще дает силу физкрит атаки обычной. Надо помнить, что как только вы станете на скиллы, он, можно сказать, до 6 левла, если не ошибаюсь, станет для вас бесполезным. И последнее, что у нас осталось, это подвески. Это самая главная ваша будет боль, потому что шанс на вторую составляет 20%. Так, фейл. Еще один фейл. Еще один фейл. Еще один фейл. И еще один фейл. Можно еще снять себя, но чувствую я, что ничего хорошего мы с вами не увидим. Ну да, и еще один фейл. К сожалению, мы даже не сделали вторую подвеску. На самом деле, вторая подвеска была бы неплоха, потому что она дает уже минус 10% получаемого урона. Но, видимо, придется искать ее где-то в совершенно другом месте. Но я бы не сказал, если подводить итог, что прям где-то подфартило или повезло. Возможно, только с поясом, что он зашел на 3. И с венцом, что он зашел на 3, потому что могло быть гораздо хуже. Но в целом, как-то все вот довольно-таки печальненько, если подводить итог. Ну, как есть, в любом случае, это был первый у нас месяц твинков. Надеюсь, в будущем повезет больше. Очень на это надеюсь, потому что все-таки твинки действительно помогают бустить вашего персонажа. Ну и пишите в комментариях, если вдруг вы точились твинков. И насколько сильно повезло вам с первой партии, а может со второй. Может быть, какой-то итем у вас улетел просто в космос. Будет интересно почитать. Также не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. В описании у меня есть ссылка на телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши на промокоды. И выходят все анонсы и новости. И также в описании есть ссылочка с бонусом. Если захотели ворваться или вернуться в версию Essence, то переходите по ссылке. Регистрируйте новый аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Также в описании есть все ссылки на любую другую версию игры, которая сейчас есть на Офе. Если вдруг захотели попробовать что-то новое, также залетайте, регистрируйте аккаунт и получайте бонусы для этой версии. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 800 ль-монет по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И шпингали, о чем ссылку на предыдущий ролик. Загружаем все, кто у нас там что-либо написал. 53 комментария. Первый победитель у нас будет Regular Dark. И все же Destro красивый, я бы даже сказал большой, зеленый и красивый. Все по факту, да. Я думаю, что вот есть радость от наблюдения за ним. Первый код твой поздравляет. Третий победитель у нас User. Привет, удачи в рубрике тебе. Спасибо большое. Ну, а тебя поздравляю. Второй код твой. Третий победитель у нас Smuta. 5к на стартовый набор Imha. Ну, об этом расскажу чуть позже. Но нет, стартовый набор у нас будет уже в сентябре. Третий код твой поздравляю. Четвертый победитель у нас Красава Леха. Что-то прям долго ты его мусолишь. Кином 5к купил основные книги, шмотки и вперед тамогочить. Ну, а так, думаю, лучше бы показал High Love Cluster, который 85-90. Не, ну, естественно, тамогочить-то можно всегда и на любом левле. Но просто главное не спешить и доносить до людей информацию вот таким вот способом. Потому что все-таки не все у нас люди, которые играют долгое время в Essence. Есть еще люди, которые первый раз о нем слышат. И у них могут быть некоторые проблемы. И эти проблемы я пытаюсь в каждом ролике как можно подробнее разобрать и показать. Но насчет квестов 85-90 я тебя немножко не понял. Ты имеешь в виду какие-то определенные квесты или те, где надо прийти просто убить мобов. В общем, четвертый код твой поздравляю. И пятый победитель у нас Даша Ловер. Спасибо тебе за видео. И тебе спасибо за комментарии. Надеюсь, за лайк. Пятый код твой поздравляю. Господа победители, не забывайте отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм. Все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь. И прямо сейчас пишите комментарии от четырех слов. И возможно, в следующий раз уже вам повезет. И вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok